Друзья, привет! Сегодня мы приехали на Сиповичское водохранилище. Это начало его на такое медленное течение, здесь примерно кормушечка, течение где-то 50-60 грамм такое. Приехали засветло, на этом месте первый раз ловим, то есть здесь вообще никогда не были. Вот, у нас первая рыбалка, приехали ночью еще, рано утром выехали, далеко ехать с города, почти 100 километров в одну сторону. Уже подловили, вы, наверное, уже видели по первым кадрам, подлещиков, наверное, 5-6 и где-то 3-4 густерки есть. Денис пока облавливает такой подлещик, ну, знаю, 300-400, наверное, такой уже есть. Заскочил к нему. Так, ловим сегодня на парыше мотыля, ну, в основном на мотыля ловим, поклевки такие более уверенные, активные, идут на мотыля. Вот, прикормочка у нас сегодня будет ореховый микс от Вабика и от РС черный мич. Много печивого зеленого, красного, такое, видите, немножечко пшеночки подварил, наверное, сколько, ну, наверное, где-то примерно грамм на 100, на 2 килограмма прикормки. Утром закормились, кормушек, наверное, такие дюзы большие у нас, сейчас покажу. Вот такие дюзки закормочные от Максфида, кормушечки отличные, я уже не в первом видео про них говорю, вообще про кормушки и про эти закормочные тоже отличные кормушки. Вот, таких кормушечек, наверное, сама кормушка 30 грамм, ну, и вмещает, наверное, в себя, она такая достаточно объемная, наверное, грамм 50, даже больше, наверное, при кормочке, грамм 60, где-то 65, вот такой вот средний вес прикормки. Прикормку сделал такую достаточно липкую, ну, что-то среднее между сыпучкой и липким прикормом. Вот, рыбка клюет пока набегами, то есть, практически одновременно идут поклевки, если есть поклевка и у меня, и у сына. Потом чик, тишина, вот так вот набегами, ну, будем ждать. За утро, после закорма, наверное, у тебя, а, о, у Дениса лупит. После закорма, наверное, ну, блин, часа полтора сидели, да, ну, час точно сидели, вот еще темно было, ни одной поклевки не было. Вот как только начало светать, уже такие поклевочки тук, то у меня, то у Дениса тук-тук-тук-тук пошли. Ловим на русле, так, на расстоянии, так, у меня 31 оборот, примерно, это где-то метров 25. У Дениса где-то метров 20, он чуть ближе ловит, он на выходе с русла ловит, но тоже глубина неплохая. По глубине, подсак надо? А, ёлки, густерка, глазастая. Глубина примерно, ну, не меньше 6 метров, что-то такое. О, клюет, 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 ребята. А, что-то мелкое. А хотя? О, давит, давит, давит. Дву, грамм под 150-200, что-то такое. Тянем, ребята, тянем. Да я сам достану. Ну, вот так вот, без запаски. Есть! О, вот Дениса, ух ты, ух ты, ух ты. О, чё-то такое. Что? Густерка. Густерка. Чё так красиво. Может, кормушка не вымылась. Ребята, лещ. Бонус, бонус, бонус. Давай только отмылась. Вымыл. Подошёл. Блин. Сошёл? Нет, не сошёл. Я немножко фрикционом отпустил. Топит. Топит. Есть. Блин, тяжёлый какой. Отлично. Ребята, бонус. Ребята, как глаз. Взялся подлещик на пять мотыликов получулочком. Сейчас покажу крикозяблу, на что он взялся. Вот такая вот насадочка. Пять мотыликов. Ребята, как глаз. Пять мотыликов. бонус ребята я не включил бонус ребята ну он по моему поменьше чем этот сейчас я упадет не могу но давит бонус ребята полос красавчик лично они побуставали ребят как на проспекте прям такие непонятные аккуратные хорошие это густера стой не поднимай густера глазастая выпрыгнула поплыли ребята трейлингисты пока спад клёва пошел немножко распугали рыбку нормально густерка нормальная немножко клёв спал я вот уже сделал один перезаброс мотылик пришел полностью целый даже абсусов не было а у дениса на ближней дистанции на 5 метров ближе вот он достал полностью был абсусы мотылик хотя поклевок так ну видно не было все немножко конечно ветер кир шатает ну вроде как поклевок не было сейчас забросил и практически сразу была поклевка у меня пока на русле тишина ну и мелочи приходят ну и хорошая поклевочка ребята была здесь провал в клюве у нас пока идет очень много сегодня выходной день очень много троллингистов щуку ловит угоняет туда-сюда сами видели там в кадре и у меня поклевка слушай есть бонус бонус ребята бонус ребята вот этот как первым не меньше бля совсем как-то туго идет ребят очень только гад и 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 есть на попки шерсть и 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 подтвердились. Ребята, речная красавица еще один. Не договорил про провал в клеве, вот провал был, реально был провал, где-то час наверное сидели. У Дениса обсосы идут, у сына обсосы есть, а поклевок нету странно. Вот за час у него после обсосов вот первая густерка такая попалась хорошенько. Да, на опарика. На мотылика обсоса были, а на опарышева вот она взялась. А у меня, ну так, непонятно, были поклевки такие, очень-таки аккуратные. Видно, что рыба стоит, но браться не не хотела после лодок. Вот за час уже первая рыба. Отлично, ловим дальше. Что-то такое, ребята, опять поклевочка. После последнего включения прошло, наверное, минут 30. Вот опять лодки все уже, некоторые начинают плыть домой, шумят. А? В районе 300, наверное, что-то такое. А может больше. Ой, ой, ой. Вот такое. Что-то как-то поводок там запутался. Уже второй заброс и сразу заброс и идет поклевка. Начал один тычок, а потом как бы пробует, а потом начинает так аккуратненько тык-тык, тык-тык. Тут ребята немножко решили перекусить. Активатор клевый, естественно, сработал, у нас по-другому не бывает. Да, не знаю. Если садимся кушать, обязательно что-то клюет. Я лучше по сакам. Я достану. Обязательно что-то клюнет. Я тебя достал, который меня мучил, блин, четыре заброса подряд. Хотя, может, это не ты. Дай-ка я на тебя посмотрю. А не, наверное, ты. Слишком хитрый у тебя взгляд. Я тебя узнал. Чтоб заглот, да, дружок? Да, заглот. Денис никак не может, у него что-то обсасывает крючок постоянно. И поклевок нет. Непонятно, что клюет. Хорошо, забились. Сделали крабика из пяти мотыликов. Сейчас на точку отправляем все это добро. Отлично. Удочку в воду сразу кончик. Ветер, потому что боковой и как раз ветер в течение. Поэтому, чтобы максимально убрать парус, по течению ветровой кончик в воду, чтобы он полностью уходил в воду. Чтобы поверхностное натяжение воды, водоема, не сносило вот эту петлю. В сторону. Короче, ребята, едим. Едим, ловим. Что-то такое идет. Такое, пока я понять не могу, но так. Смотри, как видишь. И он почти выскочил. Такой грамм 200. Есть. Так, ребята, уже начинает Денис собираться. Последние наши забросы. Ах, это что-то. Что? Ну, тогда поводок оборвало явно не на нем. На предыдущем забросе тоже была поклевочка. Такая видно, что такая лещевая поклевка потяжки, такие аккуратные и мощные. Оборвало поводок. Вот сейчас быстренько поставил новые уже заготовленные поводочки. С собой всегда возим. В запасе штучек 7-10 было. И вот влетел практически сразу. Конечно, сегодня в рыбалке. Рыбалка-то, в принципе, неплохая была, но тренингисты сильно подпортили дело. Есть. Ну, все, наверное, ребята. Последняя рыбка. Последняя поклевка. И будем собираться. Мерненький такой. Ну, и так, сегодня, ребята, неплохо отловились. Три леща словили. Словили бы больше, но, как я говорил, из-за тренингистов, конечно, лещ отошел. Поэтому, ну, неплохо. Я думаю, там килограмм под 5 мы словили. С учетом того, что сейчас середина ноября, я думаю, отлично. Все, ребята, достаем наш улов. Давай, Дюнь. И сюда, на край заводи. Ну. Ну, нормально. Ну, все, ребята. Такой, в принципе, улов. Такие ребята, красавчики, попадали сегодня. были в лове. Густерка клевала, в принципе, такая. Крупные густеры не было, достаточно мелкая. Ну, так, по весу килограмма 4-5, наверное, есть. для середины ноября, в принципе, отлично, мне кажется. Отличный улов. Да, такие братишки. Класс. Все, ребята, не забываем подписываться на канал. Всем не хвоста, не чешуи. Всем пока.